Утром уехал, вечером вернулся и так в течение месяца. Тогда точно уложишься в лимит в 60 поездок. Если же еще куда нужно, плати наличными 15, а с 5 апреля 17 рублей. Другой альтернативы для обладателей социальных транспортных карт теперь не существует. Не знаю, почему так решили. Не всегда получается, чтобы мы каждый день ездили по два раза. Конечно, желательно бы, чтобы не ограничивали, потому что мы, наверное, все-таки заработали это. А решение принималось из чисто экономических соображений, пояснили нам в областном правительстве. Там даже провели социологическое исследование и выяснили, 60 поездок для Оренбурга цифры оптимальные. Чаще пользуются общественным транспортом, всего 26% держателей карт. У нас больше 50% всей категории населения именно пользуются и укладываются в тот средний 50-60 поездок. У нас есть претенденты с то и с лишним поездок. Но здесь говорить о добропорядочности, скажем, поездок мы не будем, когда передаются друг другу карты. Поэтому вполне нормально 60 поездок по нашим пониманиям. Что касается перевозчиков, то их нововведение коснется лишь косвенно. Пока пассажиры привыкнут к такому лимиту на передвижение, накладок не избежать. Могут возникать, я так считаю, конфликтные ситуации между водителем и пассажиром, у которого вдруг внезапно кончились деньги на социальной транспортной карте. У которого, возможно, в кармане может не оказаться денег для оплаты проезда. Потому что проверить, допустим, остатки на социальной транспортной карте, ну, я думаю, что не каждый там этим будет каждый день заниматься. Тогда как существующая безлимитная система и проста, и удобна, считают и пассажиры, и кондукторы. Вот, смотрите. Теперь же контроль и учет придется вести другими методами. Ну, а пассажирам, обладателям социальных карт, придется рассчитывать свои передвижения по городу или не забывать захватить с собой из дома наличные. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время.